здравствуйте эта программа открытый диалог меня зовут андрей лобанов и сегодня у меня в гостях полина алексеевна хомякова и ее тренер татьяна вячеслава рамаданова здравствуйте здравствуйте как добрались спасибо хорошо так сразу начнем с новости воспитанница спортивная школа олимпийского резерва полина хомякова завоевала золотую медаль в пятой летней спартаки 1 молодежи россии по легкой атлетике польщика ну поздравляю тебя все правильно да все верно одна награда либо есть еще есть еще какие я заняла первое место в трех дисциплинах это 400 метров 800 метров и эстафета это рассказать подробнее да там есть четыре этапа четыре человека бежит 100 метров 200 метров 300 и 400 я бежала последний этап 400 до мы финишировали первыми молодец мои поздравления татьяна вячеслав на много у вас таких талантливых учениц ну на самом деле такая талантливая у меня впервые за все время моей работы тренер вы уже тренером работаете я тренером работаю уже 17 лет начинала конечно очень сложно сначала было были такие знаете как у меня там говорили тренеры группа здоровья говорит пришла к татьяне вячеслав не такие колобочки приходили но потом с опытом я стала набирать уже детей отсматривать я работаю еще в школе кроме спортивной школы учителем физкультуры и соответственно мне стало попроще быть тем что я у себя на уроках начала отсматривать детей которые действительно там и уже зоны корривают и уже стала приглашать к себе тех детей которые что-то там ценится как-то смотрю бегут прыгают и как-то в первом классе полина появилась в нашей школе я ее увидела и подошла к егорю на следующий год я тебя жду в себе на легкую атлетику и она сестрой вместе ко мне ходили я их вот так забирала с продленки за ручку их водила спортивную школу тренировались занимались вот так с ними постепенно выбирали дистанции тоже не сразу это все пришло не сразу не определишь какой вид спорта ребенку но не вид спорта какой вид подойдет из легкой атлетики она сначала пыталась высоту прыгать и длину прыгали и разные дистанции бегали пока вот чисто случайно она как-то на соревнованиях не выиграла 300 метров и мы начали думать что не перейти ли нам набег на 400 метров там и 800 ну вот таким образом мы оказались в этих дисциплинах и видимо неплохо вот получили сестра занимается дальше нет сестра она более творческий человек и сейчас она пошла в кино колледж это москве на курсы и собирается я думаю поступать после 11 класс туда на сестра твоя ровесница она на год и четыре месяца младше но тоже в десятом когда я закончил эти 1000 закончила 10 пойдешь в 11 сестра да понятно тренировки не мешают учебе в школе нет абсолютно у меня подходит график тренировок то есть я сходила поучилась съездила домой переоделась покушала и сразу на тренировку понятно татьяна скажите какими качествами должен обладать человек чтобы его заметили и сказали пойдем ко мне тренироваться полине комплиментов накидаем такие качества не знаю но ребенок должен быть более спортивным смотрю высоких детей еще как бы ну полина во первых было уже она же в детском возрасте занималась детспортивной гимнастикой что ли поэтому она была уже немножко физически подготовленная ее было проще определить очень много двигалась вообще таких подвижных детей смотрю вот если дети такие подвижные знаете энергичные им некуда свою энергию девать вот таких вот игру на уроке отсматриваю уже вот бежит ребенок лучше всех там спринтом ли длинную дистанцию я предлагаю пойдешь не пойдешь там как бы очень многие бывают дети вроде бы хочется его взять к себе а он танцами занимается ли еще чем-то а потом когда вырастет ой я вот так жалею что не пошел к вам вот когда маленький там был там такое вот бывает а вы только осматриваете по физиологии либо по характеристикам каким-то внутренним тоже знаете я не могу сказать что я прям отсматриваю иногда приходят детишки на которых ты даже не думаешь что они побегут у тебя они вот бывают вот такие напористые знаете берут вот своим напором трудолюбием и получается все равно да как как бы больших высот может быть они там не достигнут но за счет вот этого упорства своего трудолюбия они все равно поднимают результаты и даже вот у себя в классе же там он уже сразу становятся лучшим уже лучше бежит он уже там лучше прыгает чем другие уже даже это детей стимулирует то есть появляется какой-то стимул конечно же мне только и потом они живут допустим у нас в школе есть такая табличка рекорды спортшколы и многие дети ходят смотрят там значит по своему возрасту выбирают а вот здесь значит вот столько там этот вот так вот и пытаются установить вот этот новый рекорд от полина у нас там практически чуть ли не во всех возрастных группах висит в рекордах спортивной школы по устанавливал рекорды есть у нас помладше еще девочки которые ей на пяточки наступают тоже идут уже но немножко в других видах они там но тоже занимают таблицы там татьяна вячеславовна а кого вы точно не возьмете вот к себе ужасное поведение у ребенка вот если ребенок себе вести не умеет его жулины не до знаете есть дети ну даже если он балуется там к примеру да но приходя в спорт он начинает как-то понимать что он находится в спорте что нужно как-то соблюдать а если ребенок занимаясь даже два-три месяца он не понимает того что требуется дисциплина в спорте ну с такими детьми приходится расставаться иногда там если вот а так в принципе даже полных людей мы пристраиваем они сначала занимаются как бы пока маленькие они у нас занимаются в общей группе а потом если вот мы видим на полный ребенок да там бегут не получится но зато получится толкатель к примеру у нас есть тренер по толкание мы передаем я там детям говорю не хочешь ли вот василия александровича допустим ли еще как он там тренер у нас прийти те кто метают толкают как будет чтобы вот ребенок не уходил из спорта оставался в нем понятно чтобы кадр не пропадал полиночка скажи какой из своих наград ты гордишься больше всего есть такие вообще или ты ждешь может какую-то я даже не знаю но есть медали которыми я горжусь да это скорее всего медали с россии в основном я выигрывала россии в эстафетах лично лично у меня пока не получалось но я очень надеюсь что в этом году получится тренируешься готовишь конечно ждешь понятно вообще к чему стремишься ой но в плане спорта давай возьмем хочешь заниматься дальше профессионально смотря как получится у нас сейчас в россии не очень хорошая ситуация сложилась нам нужно покупать нейтральный статус чтобы выезжать за границу но он какие-то международные старты вот сейчас мы ждем ответ возможно я поеду на чемпионат европы до 20 лет в таллине и чемпионат мира в кении хорошо какие самые тяжелые соревнования которые вот у тебя были это россия но конкретно вот что для тебя тяжелее всего вот там 300 400 метров какой-то я бегаю только одну дистанцию на россии это 400 и меня берут в эстафете эстафета очень сложно хорошо выступить за себя потому что когда ты бежишь в эстафете ты как-то собираешься за команду я лучше бегу чем за себя скорее всего 400 это самое сложное для меня какие категории есть вообще в плане бега вот вы говорите россия там на россии на россии какие есть еще категории и собираешься ты в каких-то участвовать какие-то для тебя может уже закрыты окончательно вы имеете ввиду соревнования да само собой я могу рассказать какие они бывают вообще есть соревнования в нашей спортшколе это так скажем самый низкий уровень на которых я выступаю но там я не показываю особо сильных результатов так как это спортшколы там очень мало человек ленишься или не хочешь нет это просто старты чтобы вкатиться немножко почувствовать дистанцию знаете когда ты долго у тебя был перерыв между тренировками или ты там после зимнего сезона отдыхал и пора переключаться на шиповки проходить форму и ты просто прокатываешь дистанцию пробегаешь ее чтобы почувствовать новую дорожку продышаться я так понял это вот что не серьезно да да а вы какие для тебя серьезные тогда первый серьезный старт для меня это наверное цифра центральный федеральный округ но московская область там так все равно а что с московской области первенство московской области вот первый старт получается теперь с московской области с которым по идее идет отбор на цифру если вот они там попадают в трешку то они уже идут на цифру с цифру дальше уже тоже показывают свои результаты и переходят уже на россию вот это не так просто попасть на россию надо пройти вот этапы отбора полин почему ты решила остановиться именно на легкой атлетике я занималась многими видами спорта какими это была гимнастика спортивная больные танцы также занималась самбо смешанное с карате да потом я год занималась просто легкой атлетикой и как раз когда я выиграла 300 метров на московской области мне дали абонемент фитнес-клуб там мы решили попробовать бокс ну и как-то так получилось что на три года я три года я занималась параллельно легкой атлетикой боксом но почему я выбрала легкой атлетику не знаю даже просто бокс как-то перестал нравиться не знают это проще убежать чем драться ну да понятно учеба довернемся к учебе тебе учиться игре готовься кига конечно уже морально покрою морально я всегда готова ко всем трудностям с этим нет проблем есть какой-то любимый предмет физкультуры понятно а помимо физкультуры что-то еще наверное мне нравится биология и литература татьяна вячеславна к вам вопрос сколько вы уже преподаете в школе сколько вы вообще занимаетесь тренерством именно тренерством я занимаюсь 17 лет в школе получилось так что я после института пришла в школу работать потом пришлось по некоторым семейным обстоятельствам и школы уйти потом я работала в вузе со студентами и наверное вот после вуза со студентами наверное вот здесь не дало толчок еще пойти в спорт и спортивную школу работать тренером я пришла работать в школу и наверное вот все таки вузовская работа со студентами толкнула меня на то чтобы пойти попробовать себя в легкой атлетике, потому что я по специализации сама по себе не лёгкий атлет, я лыжник, я лыжница, да. А почему лыжников не воспитываете? Ну, потому что как-то, не знаю, наверное, очень трудно у нас в Люберцах было вот в тот момент набрать вот эту лыжную секцию, как-то вот этот лыжный спорт вот организовать, не знаю, как-то всё равно у меня лёгкая атлетика ближе была, даже когда я в детстве занималась лыжами, я больше бегала, и мне всё время предлагали перейти в лёгкую атлетику, меня всегда переманивали в лёгкую атлетику, поэтому, наверное, всё-таки лёгкая атлетика – это была моя жизнь. Ну, а вы сами участвовали в соревнованиях по лёгкой атлетике? Конечно. Марафон, спринты? Ну, я даже буквально пять лет назад полумарафон бежала. Какое место? Ну, места я там не знаю, как бы я просто решила испытать свои способности, смогу ли я пробежать полумарафон. Смогли. Смогла. А вот в прошлом году мы с Полиной бежали, трейл Блэдкарина, 17 километров, и я в своей возрастной группе была четвёртая. Мои поздравления, это круто. А ты как добежала? Ну, так как я особо не старалась бежать… Она просто пробовала. Да, мы попробовали эту дистанцию. Она была одиннадцатая. Да. Ну, всё равно хорошо. Итак, друзья, это программа «Открытый диалог». Меня зовут Андрей Лобанов, и сегодня у меня в гостях Полина Алексеевна Хомякова и её тренер Татьяна Вячеславовна Рамаданова. Скоро к вам вернёмся. Это программа «Открытый диалог». Меня зовут Андрей Лобанов, и сегодня у меня в гостях Полина Алексеевна Хомякова, и на тренерском стуле её сменила мама Виктория Александровна Хомякова. Здравствуйте, Виктория. Полин, тебе привет ещё раз. Виктория, скажите, гордитесь дочкой? Ну, безусловно, безусловно. И не только я, всё семейство. Всё семейство. Сколько детей у вас вообще? Трое. Полина Старшая, следующая Алина и Влад. Это вот, которая творческая как раз. Да, но она спортом тоже много занималась. А в творчество ушла, Полина говорила, она чем занимается творчеством? Фотография, анимация. А, нет, не говорила, значит. Не говорила. Я сказала, там киноколледж. А до этого также она по всем её тропам Полининым прошла. Также по всем кружкам, гимнастика, бои без правил, танцы. И Татьяна Вячеславовна. Татьяна Вячеславовна, потом Копьё было, а потом уже ушла в творчество. В этом году она ещё занималась. Первые полуполовину года занималась. Полиночка, скажи, а куда ты собираешься поступать после школы? Ты сейчас закончила 10 класс, впереди у тебя 11, соответственно, готовишься к ЕГЭ и потом куда-то поступать. Куда? Я собираюсь в МГАВК, это в Малаховке, физкультуры и мне помогает туда поступить Олимпиаду по физкультуре. Я съездила на всероссийский этап Олимпиады по физкультуре. Я являюсь призёром и когда ты становишься призёром или победителем, то поступать в спортивный институт в Малаховке или в Москве, в РГУФК, можно без экзаменов, точнее с минимальными баллами. И ты вот собираешься в Люберецкий поступать? Да. Понятно. Что самое тяжёлое для тебя в тренировках? Наверное, когда я не знаю... Ну, вообще вот в спорте, не обязательно в тренировках, а в спорте. Можно вставать рано по утрам или тренировки как раз или, не знаю, тренироваться без Татьяны Вячеславовны или наоборот с ней тренироваться. Нет, я бы не сказала, что мне что-то тяжело, но я не умею настраиваться. То есть для того, чтобы я нормально пробежала на следующих стартах, меня должны разозлить. Сама я это делать не могу, не умею. Не умею злиться. И когда у меня плохо проходят старты, допустим, перед Россией, это ЦФО, я плохо выступаю, я... Злюсь. Злюсь, да, и на России у меня всё получается. То есть тебе нужно перед соревнованием какие-то плохие маленькие соревнования проиграть сперва, да? Плохо пробежать, потом, чтобы выиграть. Понятно. А как тренировались во время пандемии в прошлом году? Тренировались ли вообще? Да, мы тренировались. Сначала мы по зуму проводили конференции, ну там... Тренировки по лёгкой атлетике по зуму? Да, но в основном это было... Было ОФП, общая физическая подготовка, отжимания, приседания. Позже мы стали выезжать в лес, в Латкарина. Там есть лыжная трасса, по ней мы бегали и так готовились. Зимой тренируетесь, нет? Конечно. Ну ты просто говорил после зимы, вот восстанавливаться. Да, у нас есть два зимних сезона, два сезона, это зимний и летний. Зимой мы тренируемся в Манеже, так же бежим в Манеже, а летом на стадионе. Понятно. А перерывы вообще есть, отдых? Конечно, да. Это, видимо, весной и осенью. Да. Понятно, как после отдыха восстанавливаешься? Как восстанавливаться посадок? Ну да, ну вот ты отдохнула какое-то время, не тренировалась или ты тренируешься всегда? Ну, я тренируюсь, но нагрузки снижаются до минимума. Ну, то есть я перед соревнованиями очень много бегаю на время. То есть я бегу, и мне нужно показывать определенный результат. А во время тренировок, когда-то я восстанавливаюсь, то есть я могу просто пробегать 400 метров без времени, так скажем, прокатывать. Виктория, чем вы больше всего гордитесь? Кем из детей вы больше всего гордитесь? Полин, заткни уши сейчас. Все мне горжусь. Они каждый по-своему. Каждый по-своему хорош. Каждый по-своему хорош. А самому младшему сколько? 10. 10. 11 будет. Чем занимается? Он занимается сейчас ММА и греко-римской борьбой, и бегает у Татьяны Вячеславовны. Серьезно, серьезно. Полиночка, у тебя есть какие-нибудь хобби? Ой, да. Помимо спорта, ты же чем-то занимаешься помимо спорта, учебы? Ну, это какие-то женские дела. Я люблю плести браслетики. Вот у тебя сейчас на руке? Из бисера. Я сама его делала. А у мамы нету? У мамы нету, да. А что у мамы не сплетешь? Ну, я плету подружкам. И себе. А мама не носит. Так ты не плела. Виктория, будете носить, если будет? Маме не нравится. Понятно. И еще какие-то хобби есть? Чем-то увлекаешься помимо бисером? Ну, там книжки читаешь, не знаю, кино смотришь. Кино, да. Я люблю смотреть фильмы. Прогулки, может быть, пешком не бегать, наконец-то. Там посидеть на лавочке. Нет, прогулки вообще. Ну, у меня их мало. Времени немного, блядь. То есть у тебя все время сейчас занимают тренировки, учебы летом нет. В основном тренировки. Да, да. Книжки читаешь, что читаешь? Я люблю читать про психологию и фантастика. Но фантастика я давно читала. А что из последнего прочитала? Из психологии? Ну, вообще. Какую последнюю книжку в руках держала? Сейчас вспомню название. Как иметь друзей и... Забыла, как. Оказывать влияние на людей. Ого. Кварнеги, да? Да. Нет, ты хочешь оказывать влияние на людей? Конечно. Виктория, вы кого растите? Она будет быстрой и оказывать влияние на людей. Ладно, понятно. Скажи, все-таки впоследствии, в будущем, ты хочешь связать свою жизнь со спортом или чем-то другим заниматься? Я думаю, конечно, со спортом. Ну, а ты знаешь, насколько спорт жестокий? Конечно. То есть вот именно профессиональный когда? Да. То есть и ты готова пойти на это? Да. То есть олимпиады, ждать, смотреть? Конечно. Ну, еще раз повторюсь, это все по возможности. Все как сложится, так и будет. Слушай, ну, это же можно вот так жить с такой позиции, что как сложится, так и будет. Но если ты будешь прилагать какие-то усилия, оно может быть так, как ты хочешь. Поэтому... Не знаю. Надеюсь. Ты главное старайся и не сдавайся, и все получится. Виктория, скажите, у вас есть какие-то хобби? Чем-то занимаетесь? Ну, да, я вообще много чем по жизни занимаюсь. Давайте начнем с другого. Кем вы работаете, Виктория? Ну, у меня свой маленький бизнес. Чем занимаетесь? Давайте прорекламируем. Да, можно без рекламы. Можно без рекламы, если хотите. Ну, мы на правильном питании, поэтому у нас своя сельскохозяйственная птица. Ну, и там, получается, излишки мы реализуем. Вот, поэтому занимаемся. А хобби есть чем-то? Да, параллельно сейчас вот курсы по дизайну. Я люблю ремонт, дизайн, фотографию. Также рисовала, бегала. Вот с Полиной я беременная бегала до пятого месяца. До пятого месяца. Да, до пятого месяца беременная бегала. И нормальный? Да, да, вот спортсмен. Вот, в третьем, в три месяца беременности купила ролики. Да, и я решила, что если я ролики не куплю, то все. Если я не научусь кататься, не умела кататься. Понятно, почему у вас такие спортивные рождаются ребята. А вопрос у меня такой, к вам, девушки. Вернемся к ковиду, к пандемии и к ограничениям. Вы болели ковидом? Виктория, давайте это с вами. Ну, наверное, но в такой легкой форме, что мы его не заметили. То есть каких-то серьезных не было? Мы все на спорте. А прививку делали? Нет. Собираетесь сделать? Нет, категорически. Категорически нет? Категорически нет. Польщика, ты с мамой? Я согласна с мамой. Как скажет, так и будет понятно. Надо бегать, дышать, правильно питаться, заниматься спортом. Ну, а правильно питаться, давайте. Об этом уже очень много кто говорил. Давайте еще раз, мы будем тысячперыми людьми, кто об этом поговорит еще раз. Как правильно питаться, как укреплять элитет? Нас бокс как бы приучил правильно питаться. Даже до этого тренер по смешанным единоборствам. Это овощи, фрукты и мясо здоровое, хорошее мясо свое. Не магазинное точно. Яйца свои. Ну, а вот не у всех же людей есть. Возможно, с вами к этому стремится. Мы вот молоко на ферме заказываем. Привозим фермерское молоко, фермерский сыр. Делаем сами творог. Мы стараемся в магазине не покупать. А как же сладенькая колечка, ну, конфетки, там, тортик. В виде исключения. В виде исключения какие-нибудь нет? Иногда, конечно, очень хочется, но я стараюсь держаться для себя в руках. Ну, допустим, сколько шоколадок в неделю, ты можешь себе позволить съесть. Шоколадок? У нас есть варенье. Варенье. То есть сладости и сладости варенье. Ну, варенье, сухофрукты. Нет, ну, чтобы понимать, вот она спортивная, она добивается каких-то результатов, и у нее впереди. Ну, сейчас мы конкретно про Полину говорим. Ну, мы перед соревнованиями, вся семья сидит на диете. Перед соревнованиями серьезные. Перед ее соревнованиями? Да, мы все сидим, мы ее поддерживаем, мы все сидим на диете. Какая-то серьезная поддержка, слушай, да. А какие у тебя еще впереди соревнования, вот ближайшие? Ближайшие – это Московская область. Московская область? Да. Там 400 метров также? 400-800. 400-800. Как оцениваешь свои шансы? Я точно буду в призах. Давай первое место. Давайте. Давай. Хорошо, Полиночка, у меня для тебя небольшой блиц-опрос. Мама сидит, слушает и где-нибудь тихонечко подсказывает. Готова? Давайте. Давайте. Над какой целью ты работаешь сейчас? Я хочу зайти в призы на первенстве России. Я согласен, пусть будет так. Слушаешь голос сердца или голос разума, или голос тренера? Вот для тебя еще такой вариант. Скорее всего, это голос разума. Голос разума. Да. Как выглядит отпуск твоей мечты, ну, отдых? Ой, скорее всего, это какой-то тур. Я не знаю, ехал. Мы очень хотим в горы всей семьей. Мы очень хотели поехать в Грузию. Скорее всего, это активный отдых. Виктория подсказывает. Ну, мы были в Крыму, мы ездили с палатками, мы проехали все побережье Крыма, на машине с палатками, по горам, по пещерам, лазили везде. Было классно, и все хотят еще. Понятно. Без чего не можешь обойтись ни дня? Без спорта. Чем больше всего гордишься в жизни? Тем, что я, наверное, мотивирую людей вокруг себя. Мотивируешь? Как ты мотивируешь их? Ну, я даже каких-то своих друзей, я стараюсь их поддерживать во всех их начинаниях. Там не обязательно спорт? Да, конечно. Ты хороший друг, судя по всему. Праздник проводить дома, либо в ресторане? Дома. Успех – это везение или работа над собой? Работа над собой. Зеленый чай или кофе? Чай. Возникало ли у тебя желание все начать с чистого листа? Не бегом там, а пойти, например, горшки глиняные лепить? Нет. Нет, всегда нравилось, что я занимаюсь спортом. Всегда были какие-то цели, всегда у меня все получалось. Да, были падения, но без этого никуда. Если бы у тебя было, как в сказке, веришь в сказки вообще? Ну, чудеса точно. Ну, в сказки чудеса я вот верю, все, может быть, мне кажется. Вот смотри, если бы у тебя было одно желание, что бы ты загадала? Все что угодно могло бы сделать. Даже не знаю, об этом надо долго думать. Ну вот сейчас, какая мысль первая пришла? Наверное, я очень хочу поехать в Кению. Очень. На соревнованиях? Или отдохнуть? Нет, отдыхать, конечно. На соревнованиях, по соревноваться с местными бегунами. Да. Хорошо, спасибо тебе большое за Блиц. Виктория, к вам небольшой вопрос. Что хотите пожелать всем нашим зрителям, которые нас сейчас смотрят? Ну, хочу пожелать отдавать детей в спорт. Чем раньше, тем лучше. И, Татьяна Вячеславовна, в какой школе преподает? В девятой. В девятой? Сейчас двадцатая она стала, да. Сейчас двадцатая? Объединили, да, двадцатая. И чем больше ребенок попробует разных видов спорта, тем у него будет больше видения, куда он хочет пойти. Не надо бояться пробовать, надо идти туда-сюда, туда-сюда. И где-то ребенок уже остановится сам. Главное не бояться. Да, главное не бояться и ребенка слушать. Полечка, то же самое. Что пожелаешь нашим зрителям, всем, кто тебя смотрит сейчас, кто болеет, будет болеть за тебя на соревнованиях? Да, ребята, спасибо всем большое за поддержку. Это правда мне помогает. У тебя же правда наверняка есть поклонники, люди, которые смотрят и болеют за тебя. Нет, зря смеешься, серьезно. Я вот уже теперь буду один из них. Буду болеть, смотреть за тебя. Очень рада. Спасибо большое, Полечка. Сегодня у меня в гостях была победитель летней пятой спартакиады молодежи России по легкой атлетике Полина Алексеевна Хомякова и ее мама Виктория Александровна Хомякова. Меня зовут Андрей Лобанов. Это программа «Открытый диалог». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова